Олег, она когда будет мигать, я уже буду знать, что она будет. А я уже. Так. Как там я? Не как бы это вот приветствие мне с трудом дается. Особенно, когда уже уставший. Как я там? Настраивался, настраивался. Приветствую вас, дорогие друзья. Так. Значит, еще раз ваше драгоценное внимание хочу привлечь к нашей венской штукатурочке. У нас остается уже последний такой, как мы называем аккорд. Тоже беру я два материалчика. Немножко, то есть мы работали, да, чайная роза, я говорил, и шоколадом, да, молочным. Теперь мы берем чайную розу и, ну, капучинку. Вот эти два цвета. Соотношать один к одному. Зачем это мы делаем? Чтобы были такие переходы. Если мы каждый раз подходим к стенке, и чтобы эти переходы не читались, вот мы поэтому и смешиваем эти два цвета. И, ну, здесь что, вот так можете их здесь вот так смешать. Вот здесь нет такого необходимости, чтобы они там четко там и градиенты читались. И что мы делаем? Мы уже с вами прошли все вот эти, нас устраивают, могу назвать их ракушки, да, если это читается как травентин или мармарин, вот эти все ракушки нас устраивают. И тогда уже мы можем, можем, если нас ракушки устраивают, все закрыли, уже можем читать, вернее, тогда уже можем наносить, как мы говорим, марракеш. Последний слой. На что он себя представляет? Все вот эти площадки, да, которые у нас есть, например, вот здесь, да, то есть они, ну, единственное, что их украшает этот градиент цвет. Вот мы эту площадочку теперь мировозим и расстариваем. Марракешек. Нет, обратно, насилуешь, конечно. И взял ее. Да, да. Зачем ты ее взял в руку? Черт, я тебе сейчас поставил ее. А, это им хочешь показать марракешек? Ну, и что ты им сейчас показываешь? Переход плавный со светлого, с темного, чтобы не было четкого, светло и темное остается четкая граница. Ну, хорошо, хорошо. Давай так. Значит, есть у нас вот это место, да? Вот, раз, два, три, четыре. Можно так назвать. И нам что нужно? Объединить. Вот мы сейчас марракешиком это и объединим. Вот мы уже, получается, эти три светлых пят. Объединяем. Если там нам, кажется, ракушка слишком большая, да, мы этим же цветом тоже можем это все. Можно так назвать, что вот этим последним, да, словом вроде мы обащаем нашу, нашу, как я назвал ее, виденскую, да, наукавенскую, венскую штукатуру. То есть было, конечно, очень непросто, так сказать, удержаться, чтобы не наносить марракеш сразу. То есть не надо было выдержать эту, так сказать, паузу. Ну, а теперь уже, когда у нас, так сказать, островки все соединены, вот, у нас рисунок уже более-менее нас устраивает, да, уже тогда можно добавлять уже марракешиком. Но так как материал у нас кварцем, поэтому, после того, как мы нанесли марракеш, нам желательно... Олег, я тебя буду по рукам бить. Ну, поставь, пожалуйста, камень. Поставь. Ну, не знаю, с чего ты ее... Ее штатив, все есть. Зачем ты ее носишь? Я только, знаешь, хочу сотреться, где она, знаешь, там. Я не знаю. А, да, она оказывается, вот здесь, знаешь, вот где-то там. Если можно будет, я скажу, там, Олег, там, древлизь, там, или еще квартерак. Я прям. Победа. КОН moken. Победа. Победа. КОНо. Ну и здесь по итогам что еще можно? Можно отходить. Вот вы нанесли материал, отошли, посмотрели. Что ты хочешь? Поработать. А, это я твой хотел. Так да, там сейчас сухой. Да, я потом отдам тебе. Это надо почистить, помыть. Помыть. Да, значит еще раз. Результат. То есть нанесли, нанесли, отошли и посмотрели, например. Потому что так не всегда вы можете увидеть, где там вам лучше положить. И тоже какая может быть ошибка, когда вот вам хочется сделать сразу на каком-то участке, сделать уже самую лучшую, как я говорю, виденскую штукатурку или венскую штукатуру. То есть этого делать не стоит по одной простой причине. Что если вы сделаете здесь какую-то красоту необыкновенную, как я говорю, шедевр декоративного зодчества, то вам придется и на остальных стенках тоже делать такую же красоту. И не факт, что у вас хватит терпения, да, всю плоскость, да, всей стены, особенно там и вторую стенку сделать, чтобы она была таком, как мы называем, perfectum, да, то есть в совершенстве. То есть лучше пройтись, здесь немножко добавили изюма, пошли дальше. То есть не сосредотачиваться на каком-то вот одном месте, делая его уже, так сказать, во всех отношениях безукоризненным. Потом что у нас дальше мы планируем? Планируем дальше нанести лазурь. Это будет лазурь. Может это будет патина. То есть это мы еще, так сказать, советуемся, что будет лучше. Но даже если это будет патина, то она будет такая полупрозрачная. То есть мы хотим, чтобы, ну не хотим перекрыть вот эту игру, которую мы добивали сегодня два дня, чтобы это все патиной заглушить. Мы постараемся сделать ее такую полупрозрачной. Поэтому, ребята, не переключайтесь, вставайте с нами. Да, любые. Пока.